Всем привет! Сегодня тестируем новую игру. Называется она Wave. Как там дальше название? Обычно просто. Просто Wave, да? По-моему, неизбенно. Ну, в моей экспедиции. Ну, короче, новый Wave. Новый War. War, да. Команда Eidos, разработчики, выпустили вот игру. Вот она, кстати, название. Создатели. Создатели. И Deus Ex. Tomb Raider. И вот они выпущены, кстати, вот Unreal. Движок Unreal. Новый. Unreal 3 или какой-то там. У нас какой-то новый неизвестный. Ну да, кстати. Вот первый запуск этой игры. Вот. Что она использует. Физический движок от NVIDIA. И прочие прелести. Вот. Такое главное меню этой игры. У нас там на русском скачивать. Вот так все понятно. А, то есть здесь все на английском у тебя, да? Угу. Не могу в игру вникать пока. Не стоит. Ну да. А ты покажи вот настройки игры. Посмотреть, да. Графики. У нас, конечно, это тоже интересует. То есть разрешение у тебя 1280 на 800, да? Так, ну вот текстуру... Все на высокой. Качество текстуры у тебя, значит, на высокое стоит. Но не самое высокое, потому что будет тормозить. Ставим все такое, как бы, на порядок поменьше самого высокого. Чтобы комфортно играть. Ну да, да, да. Чтобы фпс хоть более-менее нормальный был. Значит, начнем новую игру. Ну да, начинаем новую игру. Сейчас посмотрим. Самый легкий угол. Ага. В далеком, в 2005 где-то, да, как-то уходил? Первый. Ну я, честно сказать, в первую не играл. Я помню, что была первая, но что-то как-то ее пропустил. Хотя вот ее хвалили, ее сравнивали там со Splinter Cell, как бы, да? Только в старинное время тоже такая стелс-экшен. Отражение видно, то, что сидишь, руки там, в экране. Ну вот, начало. Это, я так понимаю, Англия, да? Лондон, скорее всего. Вот уже трехмерный мир, то есть тут сейчас показывают заставки. Это уже на движке сделано видео. Движок, напоминаю, Unreal. Ну, что-то по эффектам ничего такого, да? Что-то маленькое есть эти, да, Ваня, смотри, там, как этот двигается, как смотри. Да, конечно, все вертикальная синхронизация, да, не включена. Ну да, вот собираешь тут всякие штучки. Вот мужик валяется пьяный тут, что-то с бутылкой. Ну, включи так, да, да, чтобы она это. Да, нормально. Вертикальная синхронизация, какой-то триплебуфер стоит. А просто он, не могли, да, сделать, как-то. Намудрили маленько с ней. Вот это начало, то есть в какой-то квартире находимся. Тут надо собрать вещи. Пока... А, уже пустили, то есть, да, вот. Чем-то напоминает Ascension's Creed. Такие, что же, лазить по веревкам. Пап, извини меня, если что, дядя Ваня, извините меня, что-нибудь прощу на воскресенье. Тебя тоже... Прости, пожалуйста. Ну, вот так, блеск такой, да, довольно-таки цвет, интересные эффекты. Ну, конечно, не новые, может, они уже, да. Мне маленько вот показалось, много очень коричневых цветов тут, конечно. Вот видео, может, не передастся. Такая вот слишком коричневых цветов много. Текстуры коричневые, как бы. Тут птицы сидят, вон. Картины. Ну, тут он обладает всеми способностями вора, да, так сказать, взламывания замков. Вот сейчас показывает, как вот он может обшаривать картины, искать тайники всеразличные. Где-то тайник, да? Ну, да, да, да. А ну, что, в разных местах, если разный запускать? Без него не пустят, да, если не найдёшь, походу. Вот он открыл, открывает сейф сейчас, мычиками, да? Ну, да, такая специфическая игра, конечно, любителям экшена, там, в край здесь с того же, там, где бегать, стрелять здесь такого не будет. Здесь всё медленно. Лазишь, открываешь, там, подкрадываешься. Ну, в принципе, кто знает эту игру, ничего не изменилось с тех пор. Только графику улучшили тут, ну, и какие-то наворотики, может, придумали новые, естественно. Вот украл колье какое-то тут он. Сейчас ему дадут выйти. То есть до этого не давали выйти, вот, как бы, триггер сработал, триггер. Теперь можно выходить. То есть сюжет линейный, только по сюжету двигаешься никуда, ни грамма свободы. Ну, мир большой, я думаю, большой город сделан. Ну, хотя, как большой, опять же, движок Unreal, я не думаю, что даст возможность создать большой мир. Это вне движок Crysis, да, там, тут всё-таки более мощный. Вот тут. Ну, да. Вот такие же старые движок, да. Ну, тут всякие флюгеры на крыше ходим, подкрадываемся. Ну, графически, в принципе, выглядит неплохо, так сказать, эффект. Вот именно там дым, да, вот всё, небо. Нет, как раз-то эффектов мало. Мало, да? По цветам вот, за геймдизайн. Нет, я имею в виду эффекты в плане того, что там вот такое освещение, там, тени. Ну, тени, в принципе, сейчас уже ничем не удивишь, да, вот этими тенями. Вот здесь, кстати, динамическая смена дня и ночи, я так понимаю, да? То есть он... Я кофту пока сниму. Вот здесь прикольный момент, да, там был, где вот этот... Вентилятор. Вентилятор, да, 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 да. Притормаживает даже, да? Довольно-таки требования здоровые, потому что город наворотили тут, а требования уже... Компьютер не справляется. Компьютер, хотя мощный довольно-таки. На какого-то не мощный? Не мощный, да? Не, ну, вроде видеокарты такая. Или уже менять, да? То есть, да, игры, они идут впереди. Не успеваем апгрейдить компьютер, уже вот выходит новый. Уже кажется, что компьютер уже стал очень сладеньким, да? Хотя тот же Crysis 3, нормальный вроде, да, идёт? Не на высоких. Не на высоких тоже, да? Ну, ясно. Вот огонь, как бы вот эти все тени. То есть, атмосфера есть, в принципе, если играть ночью, да? Выглядит неплохо довольно-таки всё. По атмосферности, я имею в виду, не по той же графике, как бы, да, там, супер навороченной, а именно атмосфера такого ночного стелса. Ну, тут надо лазить, конечно, бродить, да, что-то там искать. Ну, вот, в принципе, вот, краткий обзор игры. Требования, я не знаю, ты не помнишь сейчас? Ну, я, в принципе, оставлю под видео такие, да. Вот на таком компьютере она идёт более-менее так, шустрая, да? Ну, бывает при тормаживании. Какой у тебя процессор четырёхъядерный, да? Сколько гигагерц? 2,4. 2,4. А видеокарта? Пятилетний, да. А видеокарта? 4,7 GTX. Ага. Тоже уже устарело, да? Конечно. Ну, в принципе, видишь, на такой системе даже идёт. Да. Сейчас в основном новые игры, это Battlefield 4. Battlefield 4 идёт? У тебя нормально или тоже? На самых низких. На самых низких идёт, на Battlefield 4. Ну, чтобы можно было играть, а по низу. Ну, и с мультиплировать. Ты же, да, там по сети, там народу много, как бы, да? Что мы потребуем в тормозах. Ну вот, такой видеообзор. Если понравилось, ставьте лайк. Всем пока и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.